И всем привет, друзья! А в общем, давненько меня спрашивают про Nintendo Switch, про мнение. Я её, как вы знаете, купил уже, ну где-то с месяц, наверное, уже прошёл, как она у меня в пользовании. И, пожалуй, нужно снять мнение про сей замечательную консольку от компании Nintendo, последняя консоль. Итак, что я могу про неё сказать? Она сама по себе, таким образом выглядит. Как видите, включена. Тут можно продолжить ZELDA, но я не буду этого делать. В общем, играю в неё, ну не столько, чтобы уж прям часто, но периодически играю. Несколько игр даже на ней прошёл, включая даже этого самого Марио замечательного. Аксессуары у меня здесь есть. В основном пользуюсь ей как стационарной консолью, то есть она подключена к телевизору, и я играю на ней. А что по самой железке могу сказать? Ну вот, в плане портативности и вообще того, как она выглядит. Ну на самом деле, вещь просто замечательнейшая. Сделана очень хорошо. Во-первых, ну вот берёшь её в руки, понимаешь, что устройство, ну достойное. Ни дешёвое, ни китайское, хоть и здесь, допустим, нет стеклянного экрана, всё равно он, в принципе, нормальный. Ну и, возможно, это сделано для того, чтобы не разбился. Царапается ли экран, когда устанавливаешь в док, не царапается. Причём консольку я покупал на БУ рынке, то есть на Авито. И даже с учётом того, что там где-то полгода, наверное, человек пользовался ей до меня, ну выглядит она как новая. То есть никаких вот изъянов я не вижу. Вот эта ножка замечательная, всё можно вот так установить. Хорошо, сами джойконы вот эти вот отсоединяемые тоже отсоединяются. Всё классно. Ну и, естественно, люфтят немножко, потому что съёмная конструкция. То есть если вот так в портативном режиме играть, то люфт, конечно, есть. Если вот так на скручивание брать. Вентилятора вот этого я, по крайней мере, не слышу. Но я, видите, я играю в основном в стационарном режиме в неё. Но, скорее всего, как поеду вот куда-нибудь, возьму обязательно её с собой и поиграю в портативном режиме. Потому что портативка, ну как портативка, она тоже, в принципе, самая удобная, можно сказать, из всех портативок. Поскольку имеет довольно большой экран. Конечно, хотелось бы, чтобы вот этих рамочек чёрных вообще не было. Но даже такой он довольно огромный. По портативным меркам. Очень удобные стики. Нормальные, лучше, чем там на той же PS Vita. А если уж брать другие портативки, типа PSP и прочие, тем и подавно удобней. Кнопочки нормальные. Шифты полноценные есть. То есть и задний. Здесь у нас два шифта. Ну, то есть полноценное управление абсолютно. Не как у портативных консолей. А если мы её вставляем в док-станцию. То она у нас становится стационарной. И на самом деле, она отличная стационарная консоль. Почему? Вот берём мы её замечательный Pro геймпад. Я его ещё купил до покупки Nintendo Switch. Он на самом деле просто удобнейший геймпад. Очень хороший. Кнопки вот эти вот мне очень нравятся. Большие, прям такие. Стики отличные. Лёгкие достаточно. Долго держит заряд. Удобный в руке. Ну, единственное, раскладка, конечно, нинтендорская. Немножко доставляет. Надо привыкать. Вот это. Ещё у неё подтверждение. Кнопка A. То есть, как у японской версии PlayStation. То есть, за место крестик. У нас нолик подтверждает. Ну, то есть, здесь буква A подтверждает. А B отмена. То есть, внизу. Немножко это путаешься. Поначалу, но не суть. Ну, давайте её включим. Нажимаем домик. И домик загорается. Лампочка здесь у нас. Сейчас я включу телевизор. Немножко ухудшится звучание. Потому что ресивер шумит своим вентилятором. И сам телевизор трещит. Так, вот. Вот это я про что и говорю. Вот, смотрите. Замечательно. Это Зельда, в которую я периодически играю. Но я не так часто в неё играю. Потому что, ну, всё-таки игра вот с открытым миром. Давайте погромче сделаем. Вот. Игра с открытым миром. Графика, в принципе, отличная для портативки. Ну, как, вот для такого железа, то, что у нас крайне маленькая бесшумная консолька. Ну, отличная графика, как я считаю. Здесь, если посмотреть, здесь в Full HD выводится 60 кадров. Просто у меня пульт от телевизора поблизости. Не знаю, сейчас возьму. Так, вот специально нашёл пульт. Обратите внимание. Вот, здесь 80p60, 60 герц. То есть, ну, короче говоря, замечательная, не мыльная графика. То есть, не такое мыло, как вот там PlayStation 3. Взять мультиплатформу, где вот прям всё такое вот здесь. Здесь прям хорошо. В этой игре физика очень мне нравится. Она прям здесь есть. Что редко для игр. Ну, и в целом игра очень разнообразная. Знаю, а самое прикольное в этой игре, что здесь практически всё интерактивное. То есть, если вы видите где-то там вдалеке-вдалеке гору, то 100% до неё можно, ну, по крайней мере, пока мне так кажется, как я играю недолго в эту игру, так кажется, что может дойти. Вот мы видим вот эту огромную гору. Значит, на неё может залезть там, что хотите сделать. Потому что он линг вот этот, он лазит везде просто вот так вот. Он цепляется за любую отвесную скалу. Просто у него есть энергия, которую, в принципе, можно повышить с помощью всяких там зелий, еду. Готовить можно всё. Вот, например, стоит дерево. Я возьму сейчас, выберу оружие, к примеру, вот топор, да. Вот дерево, вроде бы думаешь такой, ну, блин, но это не интерактивный предмет. А ты начинаешь его рубить, и оно падает нафиг и рубится. Вот, чтобы с дрова сделать, вот так раз, и дрова получается. Ну, это классно. В общем, не про это хотел сказать. Игра, безусловно, хороша. А про то, что мне вообще не нужно сохраняться. То есть, вот, если я играю... А я играю в основу, как уже сказал, как чистится стационарная консолька. И мне что, очень нравится. Вот я играю, играю в зельду. Можно, конечно, выйти там вот в меню. Сейчас, нет. Блин, забыл где-то. Меню, ну, не суть. Вот, сохранить игру, там, или загрузить игру. Ну, все как положено. То есть, выключить консоль, есть там, поддержать. Режим ожидания. И вот, если я, даже не сохраняя ничего, вот сейчас я перевел ее в режим ожидания. И как бы любая другая приставка включилась бы. Естественно, игра выключилась бы. И мне бы ее пришлось заново загружать и так далее. А если я не сохранился, то и пиздец, да. То здесь все не так. Здесь я нажимаю кнопочку домой. Ну, на геймпане, да. Приставка сейчас быстренько включится. Все моментально включилась. И все, я продолжаю зельду. Мне не надо вообще ничего. Вот где игра остановилась, там она и продолжилась. То есть, вот так вот все работает, понимаете. И это, ну, это великолепно. Даже если выключат свет, там, или еще что-то. В консоли есть аккумулятор, то есть, и я спокойно, там, выключили у меня свет. Я взял консоль и все на диванчике доиграл через маленький экран. Или там пошел куда-нибудь, доиграл в машину, куда угодно. То есть, я везде могу продолжить игру. Она везде сохранена. Энергия, получается, у меня не тратится в приставке всегда на 100%. Потому что я из дока-то ее не вынимаю. И вот в таком режиме мне очень нравится играть. То есть, я прекрасно знаю, что вот мне вообще не нужно сохраняться в играх. Это меня дико радует. Что касается, по-другому, вообще по менюшке и по системе. У меня вот такие игры здесь стоят. Сейчас покажу все. Так. Ну, я не все играл. Там, вон, Байонетта. Это там от прошлого владельца достал. Это я уже установил тут. Что по играм? Марио Одисси прошел. Игра прекрасная. Просто замечательнейшая игрушка. Отличная графика. У меня даже стрим есть. Если хотите более подробно, то стримчик можете посмотреть по этой игре. Она довольно в меру сложная. Ну, там некоторые уровни сложные. Там несколько миров. Там штук 15. Их, по-моему, все абсолютно разные эти миры. И ты там по мирам перемещаешься с помощью лунного корабля. И собираешь там всякие луны. Очень хорошая механика. Марио прыгает замечательно. 60 кадров игра идет. Графика, опять же, сочная, яркая. Не мыльная. То есть, ну, очень хорошо все с этой игрой. С Зельдой тоже все прекрасно. Супер Марио Карта. Ну, такая на любителя гоночки. Мне таки не нравятся мультяшные гонки. Но в целом сделаны они хорошо. То есть, и графика там неплохая. Вот эти вот есть платформеры. Супер Марио Брос Ю. Это с Нинтендо Ви Ю. Вот переиздание недавно вышло. Потом из платформера. Вот Донки Конд Кантри. Очень хороший. Ну, Супер Марио Пати я не играл. Потому что, как бы, не приходилось еще вот в эти пати игры играть. Типа, которые, там, приходят вам в вечеринка какая-нибудь. Там куча девочек приходит. И вы говорите им, давайте-ка в Нинтендо Свитч мы поиграем. Вот, раздаюсь им джой-коды. И начинается веселье. Пока же такого не было. Поэтому не могу ничего сказать насчет вот этих всяких пати игр. Есть еще Нинтендо Ванту Свитч. Это из того же жанра и Супер Марио Пати. Кирби, это тоже платформер. Немножко в него поиграл. Ну, я платформеры не люблю. Поэтому ничего особо сказать не могу про них. Меня они не затягивают. Поэтому я максимум, там, пару уровней пройду и все. Может быть, еще вот в Супер Марио Брос Ю поиграю. Может быть, не знаю точно. Вормс, это понятно все. Валенхард, это я поставил чистое, чтобы попробовать в нее поиграть. Но, скорее всего, не понравится. Мегамэн 11 тоже пробовал. Не понравился он мне. Ну, потому что в платформе, говорю, не очень. Сибири А3, это, возможно, когда-нибудь в поездку поеду. Может быть, поиграю. Потому что я помню, что первую, вторую Сибирь еще лет 15 назад проходила. Вроде ничего было. А третью я на компьютер ставил, запускал. Ну, как-то чуть не захотел в нее играть. А может, вот в портативном режиме, где-нибудь там, если в отпуск поеду, может, в Сибирь. Попробую, по крайней мере, дам ей еще один шанс в этой игре. Хотя я знаю, что отзывы там не очень у этой игры. И обзор так себе. Маза Раша, это тоже такой кровавый какой-то битэмап, платформер. Ну, битэмап, вернее. Вот. И Капитан Тодд, это такая серия головоломок. Но, в принципе, неплохие головоломки. Тоже можно поиграть, особенно вот в портативном режиме, где-нибудь в отъезде. Ну, а так вот больших, прям стоящих игр, конечно, очень мало на Nintendo Switch. Вот это проблемка, я считаю. Потому что, вот прям если брать эксклюзивы, ну, вот прям таких мега крупных эксклюзивов, вот как Super Mario Odyssey и Zelda, ну, вот только они. Ну, что, там еще есть какие-то там JRPG, типа, как он, Sinoblade Chronicles, там что-то еще. Ну, мне лично такие не нравятся. И вот лично для себя, вот лично для себя, я отмечаю только вот самые крупные, это вот только две вот такие игры. Ну, вот как если взять там на PlayStation, там Uncharted какой-нибудь, там Last of Us, да, и все в отеле, то там я для себя много прям игр нахожу на этих консолях. А на этой консоли я нахожу для себя вот из таких больших, хороших эксклюзивов, это Zelda. Ну, Zelda, ее плюс в том, что она очень-очень длинная. Но, опять же, я небольшой любитель вот именно RPG-игр, там где нужно кучу-кучу времени затрачить. Я больше такие люблю сюжетные, более быстрые игры. Но в целом, Zelda хороша, конечно. И вот Super Mario Odyssey, который я уже, в принципе, прошел. Ну, прошел там, в принципе, часов за 10, наверное, он проходится. Хотя, если нормально играть, то и быстрее гораздо. Вот. А так, остальные, это вот всякие платформеры, какие-то там слэшеры есть, может быть. Типа Bayonetta, Bayonetta 2. Ну, вот, опять же, Bayonetta и Bayonetta 2 мне вообще не понравилось. То есть, мне она сама, как женщина, не нравится вообще. Такие длинные какие-то ноги, какие-то... Ну, непонятные, какая-то хер пойми чё. Ну, и как слэшер мне он не особый, и на английском языке он... И в итоге я даже вторую часть не стал, как бы, устанавливать, смотреть. Потому что думать, да нахер мне это, ну, надо. Ютубчик есть на консоли. Вот из вот таких... Если рассматривать эту консоль как... Медиаплеер. Как медиаплеер и вот всё такое. То тут всё очень плохо, на самом деле. Потому что, ну, можно картиночки посмотреть. И вот... Ну, в целом, есть Ютуб, и это уже хорошо. Потому что Ютуб, это настолько мощная площадка, что там и сериалы, и фильмы, и ролики, и всё на свете. Можно Ютуб там премиум купить. Можно это будет, естественно, сохранять при желании. Поэтому, в целом, я считаю, что Ютуба там для медиа достаточно. Потому что там и музыку можете слушать на Ютубе. Ну, всё, что угодно можете делать. Главное, чтобы интернет, говорю, был и всё. Поэтому остальное всё и нахер, в принципе, не нужно. Вот. Меню вообще мне... Вот что касается вот меню. Ну, там, если вот брать вот эти настройки, вот это всё как сделано, это прекрасно. Вот, вот, блин, наконец-то кто-то сделал вот в портативной консоли вот меню идеальное, я считаю. Потому что, смотрите, какая херня с меню у других приставок. Вот возьмём Xbox 360. Чем он мне не нравился? Вот этими аватарчиками, блядь. Какой-то там человечек. Какого-то ты там наряжаешь. И это бесило. Нахер это мне надо? Мне серьёзная нужна консоль для мужиков, блядь. Для взрослых. Они вот этой хуйней заниматься. Какие-то человечков там видеть у себя в меню. Xbox меню мне не нравилось. Потом. Nintendo Wii. Обычная вот эта старая Nintendo Wii. Тоже не нравилась. Потому что надо было вот этим нунчаком, блядь, махать перед телевизором и перемещаться с помощью него. Эта стрелочка дебильная появлялась. И без этого ты никак не мог там крестовиной обычной, блядь, перемещаться. Тебе нужно обязательно было вот этой хероборой махать перед экраном. Бесит. Значит, Nintendo Wii U, которая следующая консоль. Той у меня не было, но тоже там что-то было оно какое-то тормозное. Судя по обзорам и непонятны. Вот. Тоже не нравилось. Значит, дальше. Xbox One. Тоже меню какое-то. Но оно нормально в плане дизайна. То есть красивое, симпатичное, все хорошо. Но замороченное и какое-то непонятно, что там, куда нажать. Как это все, блядь, неудобно сделано. Но в целом более еще менее. Потому что хотя бы выглядит строго и стильно. А, значит, если брать портативки. Ну, 3DS не знаю, потому что у меня их не было. А вот взять, допустим, PSP. PSP там тоже все нормально было. А вот потом вышла PSVita. И вот там уебищнейшая просто менюшка была. Она, блядь, уебанская настолько была, что там нужно было вот эти вот кружочки. Оно само меню визуально выглядело как говно. Вот эти какие-то кружки, блядь. Там в основном все на тач было заморочено. То есть, блядь, программа запускалась. Такая анимация якобы красивая. Но в итоге, которая тебя бесила. Чтобы там игру закрыть, это вам надо свайпом вниз, блядь. А даже если ты закрываешь игру, у тебя все равно эта анимация со свайпом, закрыванием программы. Все вот эти, блядь, пузырьки какие-то, блядь, летающие. Какая-то херобора, короче, полная. Не нравилось совершенно. Вот в этой PSV-то, блядь, меню. Какая-то дерьмо, короче, полная. Вот. И вот, наконец-таки. И можно было бы подумать, что Nintendo, она же такая консолька, типа и на детскую аудиторию рассчитывание. Такие игры все веселые. Можно было бы подумать, что он тоже сделает какое-нибудь такое уебанское веселое меню. И тоже на тач рассчитанное, на сенсорное вот это хуйня. Но нет. Nintendo здесь прям молодцы. Сделали красивое, аскетичное, хорошее меню. То есть здесь абсолютно сразу же с первого включения все понятно, что где включать. То есть сразу понятно, что если нажать плюсик, вот здесь информация о программе, там закрыть программу. Вот здесь у нас настройки, там альбом, все дела, системные настройки, режим ожидания. Все. Здесь у нас джойстик показан, сколько, чего. Игру как удалить тоже все понятно. Как включить? Великолепно просто сделано. Работает все быстро, без каких-либо нареканий. Здесь у нас процент заряда батареи, время там и так далее. Идеально. Молодцы. В этом плане просто нет слов. Очень хорошо все. Плюсом также, консолька вообще бесшумная. Вот сейчас единственное ресивер шумит, но не суть. Абсолютно бесшумно. Работает идеально. Игры запускаются прекрасно. Да, конечно, графика не та, извините меня. Мы не можем сравнить графику с PlayStation 4, там и PlayStation, там. Ну, наверное, с PlayStation 3 можно сравнить графику. Там PlayStation 3, Xbox 360, вот такого уровня графика. Но даже чуть получше, потому что игры в Full HD идут и 60, допустим, кадров. И нет вот этого мыла, там какого-то особых каких-то лесенок. Ну, по крайней мере, в тех играх, в которых я играл, этого нет. В целом хорошо. На самом деле, если брать какие-то там большие игры, типа, которые выходили, там тот же Wolfenstein, там. Ну, опять же, судя по обзорам, я их играть на Switch, конечно, не буду. Судя по обзорам, там как раз-таки вот наоборот мыльная картинка. Там тот же Doom, там вот этот 2018 год. Но извините, блин, такого уровня игра и на портативном железе это уже хорошо. Вот. Так что вот такие, вот такое мнение. В целом, мне она очень понравилась. Вот как собрано, как сделано, джойстик идеальный. Все дела. Ну, опять же, вот смотрите, я вам не показал такие аспекты, допустим. Вот мы вытаскиваем ее. И экранчик сам очень хороший, четкий. Великолепно выглядит все, настолько четко. Поэтому в портативном режиме играть удобно. Эти джойконы мы можем взять, отсоединить. У нас он появляется как отдельный джойстик. То есть, если мы играем вот в эту игру, в какой-нибудь пати, то каждому вот джойкон выдаем в руки и все, и пусть играет. Тут у нас даже в комплекте накладочка есть специальная, чтобы шифты появлялись. То есть, раз. У нас, в принципе, они и так есть. Вот они, два кнопки. Но они маленькие, эти шифтики получаются. Вот у нас появляется уже такой более нормальный джойстик. Побольше он, в принципе, но и все равно пальцы, как бы, довольно близко приходится держать. Но, тем не менее, блин, отдельный джойстик получается. И в итоге у нас уже не один джойстик, а два. Так, так же, конечно, в комплекте идет вот эта херобора. Сюда мы вставляем джойконы. Чик. Но это на случай, если у вас нету Pro-контроллера, то можно вот так сделать. Вот так играть. В целом, не сказал бы, что он удобно. Вся вот эта конструкция, она довольно такая специфической формы. Плюс еще заряжать так джойконы нельзя, но стандартным. Что есть вообще вот эта фигня отдельная, продается прямо с аккумулятором, зарядная. То есть, а эта, которая в комплекте со свечом идет не зарядная. Ну, а мне она, поскольку вообще не нужна, то есть, это я вот достал чисто для обзора. А так она в коробке как лежит, так и лежит. Вот. Я играю исключительно с Pro-контроллером. Ну, а если я пойду, говорю, на улице, я возьму и буду просто вот в таком режиме играть. И меня это будет устраивать. Можно, конечно же, также играть еще без вот этой херни. Просто держа отдельно в каждой руке джойконы, тоже довольно интересный опыт игры получится. Я, правда, так не пробовал, но в целом, может, когда-нибудь попробуем. Вот так втыкается. Вот, смотрите, я воткнул и тут же появилось изображение на экране. Ну и все. И Pro-контроллер включаем и пользуемся. Великолепно. Также на Nintendo Switch на самом деле много аксессуаров на Алиэкспрессе можно купить. Можно купить вот для этих джойконов отдельно. За место вот таких вот маленьких штучек можно купить такие специальные держалки с рожками. То есть, чтобы более удобно их было держать. Может, чехлы всякие на покупать. Можно купить, короче, если вам вот жалко денег на Pro-контроллер. Ну, он там тысяч пять, допустим, стоит. А у вас там есть DualShock 4 от PS4. Или еще любой другой джойстик от консоли другой. То на Алиэкспрессе есть такие замечательные штучки. Вставляются в USB-порт. И можно подключить будет абсолютно любой джойстик к Nintendo Switch. Тоже там хоть Xbox 360, хоть PlayStation 4, там PlayStation 3 джойстик. Любой абсолютно джойстик. Там специальные переходники для этого есть. И он будет работать как Pro-контроллер. Единственный минус будет то, что вам еще сложнее будет запомнить вот эту нинтендовскую раскладку. Потому что она своя. То есть, вот эти вот символы, как у Xbox, но на других местах эти символы находятся. Также у Nintendo Switch есть плюс-минус за место Select и Start. И еще внизу тут есть у нас кнопка Домой. И есть еще квадратик, который делает скриншот. Вот. Ну, а в целом джойстик, в принципе, аналогичный. Так. Ну, а давайте напоследок коснемся, что касается ценной игры. Где их взять и так далее. Вы можете, конечно же... Вот вы купили приставку, и у вас есть, короче говоря, три метода, как играть. Во-первых, если денег у вас много, и вам их не жалко на игры, то самое, как по мне, самое лучшее, самое удобное, это покупать в магазине, в магазине Nintendo eShop. Вот. Туда заходите, любую игру покупаете, она у вас скачивается на консоли, и все замечательно. Так, второй, очень даже неплохой способ. Он позволяет несколько экономить. Заключается он в том, чтобы покупать игры на картриджах. Ну, вот на этих картах памяти, которые коробочные версии игр. В чем значится плюс? В том, что вы можете, во-первых, на БУ рынке поискать игру, и плюс вы ее можете перепродать в дальнейшем. То есть вы покупали игрушечку, прошли, за те же, в принципе, деньги и продали. Но если БУ покупали игру, если в магазине, конечно, покупали, то теряете часть суммы. Но у Nintendo какая проблема? То есть у Nintendo несколько другая политика финансовая, отличающаяся там от Xbox, от PlayStation. Заключается она в чем? Вот, допустим, возьмем игру Zelda, да? Экклюзив замечательный Nintendo. И он вышел там где-то в 2017, в начале 18, я точно не помню. Но выходил примерно на уровне с Horizon Zero Dawn. Ну, вот, по-моему, они одновременно вышли. Сейчас не будем касаться того, какая игра лучше, хуже, в принципе, они несколько отличаются, обе хорошие. Но не суть. Horizon Zero Dawn в среднем стоит 700 рублей. Издание обычного, вот, БУшная игра. Horizon стоит 700, там, рублей, грубо говоря, за обычное издание. За полноценное, там, максимум 1000-1200. Ну, вот, за это, с дополнениями я имею в виду. А вот с ZELDA в магазине новая она стоит около 4. Вот, то есть, вообще не упала ни разу цена. Если на Horizon постоянно были акции, и можно ее было забрать в магазине, там, за 1000 рублей, новую, то на ZELDA у нас ничего не упало. Вот как стоило 4, так и стоит. На БУ рынке стоит 2000, минимум 2000. Так, вообще, в среднем 2500. То есть, в 2-3 раза дороже игры, чем на консоли других производителей. Даже на БУ. И плюс еще добавок редкий. То есть, в моем там городе 1-2 игры. В вашем, допустим, если в каких-то регионах России живете, там, вот, этих провинциальных городах, то есть, не центр, там, не Москва, не Питер, не Екатеринбург, то игр будет очень мало на БУ, там, на Авито, на том же. Изредка будут появляться. И по ценам, таким, около 2000 рублей. То есть, тот же Марио, там, 2, ну, может, Марио, там, полторы тысячи минимум будет стоить. А так, тоже 2 где-то. Там, ZELDA 100% недороже, не дешевле, чем 2. Ну, может, где-то там какой-то дурак за полторы продаст. Но, в целом, ее ставят 2-2 500. Соответственно, вам надо будет платить за Авито доставка или за почту доставка, чтобы в ваш город, там, привезли эту игру. Но, вы все равно хоть как-то экономите. И плюс экономите за тот счет, вы прошли там эту ZELDA. И тут же продали этот картридж за те же, в принципе, 2-2 500 за сколько купили. Вот как-то так. Можно так экономить. А поскольку игр на приставку немного, то и, в принципе, особо много чего покупать не нужно. Ну, максимум, там, сколько игр, там, если брать вот эти все платформеры, которые перечислят, там, вот эти Марио карты, там, Супер Смэш Брос, Файтинг. Ну, штук 10 там накопится. Вот вы все их проведете, допустим, и можете продать консольку. А если она вам прям очень сильно понравилась, то можете там всякую индюшатину покупать в eShop и прочие всякие игры. Какие-то там все равно скидки присутствуют периодически. Редкие, но меткие там бывают иногда. Какие-то Nintendo делает поблажки, скидочки. Говорю, такого, как на PlayStation, конечно, не будет. Потому что на PlayStation там могут, грубо говоря, новые игры отдавать там эксклюзивы. И тот же Uncharted какой-нибудь за 1000 рублей спокойно можно купить. Новый, а бэушный, так и того, меньше. А тут вот так. Ну и третий вариант – это прошить консоль. Я, конечно, не поддерживаю и не агитирую никого, но выбирать вам, собственно, чем вам заниматься. Можно взять прошить консольку. Прошивается замечательно, очень просто. Миллион всяких инструкций. В интернете набираете в Яндексе, как прошить консоль. И тут же вам всякие разные инструкции. И в том числе, как проверить, прошиваемая или не прошиваемая консоль. Потому что это тоже есть. Есть, допустим, там более старые ревизии. Они спокойно прошиваются, новые вроде как нет. Проверяется это все по серийному номеру. Тут вот на коробке есть. Если, допустим, в магазине где-то стоит, и вы хотите понять, прошить ее можно или нет, то есть специальный сайт, серийный номер вводите, и вам покажет. Можно и прошить нельзя. Если консолька прошивается, то вы теряетесь, конечно, теряете онлайн. Это раз. И также, если вы б.у. консоль покупаете, а вам нужен онлайн, то очень важно смотреть, была ли консоль прошита или нет. То есть, как может быть? Вот человек взял, прошил ее. Играл, играл, играл. Потом решил, а дай-ка я ее продам. Но продам, как не прошиваем. Ну, типа, я ее не трогал, не прошивал. Поставил. Там прошивка, она такая, что не остается в памяти системы. То есть, если консоль полностью выключить, то все, как бы она возвращается к исходному своему состоянию. Типа, не прошивалась никогда. Ну, единственное, вот эти вот сторонние игры поудалять, которые устанавливались, потому что они запускаться не будут. И все. И он вам говорит, вот не прошивал ни разу. А вы ее приходите домой, подключаете, тут же получаете бан. То есть, как только вы подключили вот эту консоль, которая когда-то была прошита или прошита на данный момент, вы получаете сразу бан. В этом, в магазине, нинтендерском. Но еще по прошивкам. Там есть прошивка такая платная. Она позволяет вам играть еще в онлайне. То есть, на прошитой консоли. Там она переводится в два режима. То есть, режим прошитой консоли, режим не прошитой. И в этом, в режиме не прошитой, вроде как бан можно не получить. Но и то там стопроцентной, естественно, страховки эти ребята не дают. То есть, все равно может получиться, что может получить консоль бан при онлайне. Но может и не получить. Но если бесплатная прошивка, то есть, стандартная, то стопроцентно бан. Потому что суть какая? Нинтендо, она все свои действия, вот эти ваши, записывает себе в память. И как только вы подключаете еще к онлайну, она тут же на сервера Нинтендо все эти данные пересылает. Вот. И получается, даже если вы, допустим, прошили, поигрались, и к интернету ее, естественно, при этом не подключали, потом вернулись на заводское, все. И вы в момент подключения к интернету, она все данные передаст себя. И все, и получит бан. Как защищаются от этого метода еще? И защищаются с помощью дампа памяти. То есть, во время, когда вы будете прошивать консоль, можно взять, сделать дамп системы полной, поиграть на ней, а потом откатиться на старую, вот эту вот, старый дамп. Но это вроде как может помочь. Но это чисто для общей информации сказал. Я так особо не углублялся в эту тему. И если вы будете заниматься там взломом, каким-то на ваш страх и риск, в общем-то, то более детально можете почитать насчет того, как не получить бан при прошивании консоли. Но суть заключается в том, что если вы покупаете консоль БУ, и вам 100% нужен онлайн, то здесь есть большой риск. Поэтому желательно покупать новую. А если покупаете чисто вот, чтобы ее прошить, то без разницы. Можно брать, в принципе, и БУ. Вот. С БУ консолями тоже такая ситуация. На самом деле ценовая политика, опять же, нинтендовская, такая высоковатая. И цена на консоль там 25 тысяч рублей. Бывает, по акциям 20 стоит новая. Ну, без игр, вот такая вот простая. Там 20 тысяч рублей. А БУшная, она не сильно дешевле. То есть там ее продают за 18, за 20, за те же. Ну, вот я свою взял БУшную за 15. Что, в принципе, для нее, для этой консоли дешево. То есть такого очень редко бывали цены, где я видел, там люди за 10 тысяч продают свитч. Но это в других городах было, и это на самом деле довольно редко. Обычно ее на БУ продают также достаточно дорого она стоит. Вот такая ситуация. И опять же редко. То есть если этих PlayStation 4 с Xbox полным-полно на БУ рынке, то свитчи появляются редко и, в принципе, недешево. Вот такая консоль. Вот такая необычная консоль. В принципе, более-менее то, что я о ней думаю, сказал. А вы уже сами решайте. Стоит ли ее покупать или не стоит. Ну, как по мне, очень хорошая консолька. Прям сделана безупречно. Мне очень нравится, вот говорю, качество того, как делает Nintendo свои продукты. То есть собрано идеально. Аксессуары идеальны. Вот даже взять вот эту вот самую подставочку, вот эти HDMI кабеля, кабеля какие-то там для зарядки, блок питания, все, ну, не придраться, абсолютно не придраться. Все сделано, ну, очень хорошо. Эргономика устройства мне нравится. Тут наушнички подключаются, все делается, все, ничего не греется. Хороша, хороша. Вот еще бы побольше игр всяких разных. Вот чтоб Nintendo, хочется, чтоб Nintendo делала не только вот эти вот, там, с детской графикой, можно так сказать, игры, а еще какие-то более крутые. Вот как в свое время там на Nintendo, GameCube, там Resident Evil 4 там эксклюзивно вышел для этой консоли там. Но вот сейчас я жду, кстати, выйти должен Resident Evil 4 на Switch. Обязательно буду играть в свою любимую игру в портативном режиме уже попробую. Потому что это, ну, это, наверное, первая портативка, в которую, в принципе, хочется даже, может, где-то там на улице поиграть, потому что эргономика управления просто безупречья. Я раньше думал, что, ну, лучше, чем там у той же PS Vita нельзя сделать. Ну, вроде бы PS Vita, там все дела. Но PS Vita держать неудобно. Стики говно, шифтов мало, то есть там всего два шифта здесь, по два с каждой стороны. Идеально. И плюс у Vita это, блядь, замороченность. Вот это на сенсор там пальцем проверь. Тут, блядь, панельку подуй, тут посвети, тут хер пойми. А здесь все, ну, отлично. Ничего лишнего. Все. Безупречно. Короче, сделана консоль. Отлично. Блин, мне очень нравится она. Не знаю. Я раньше думал, вот до ее покупки, думал, что она мне вообще не понравится. А, блин, понравилась. Хороша, сучка. Хорошо. Вот косяк только, что игр мало. Игр, да. Игр совсем мало. Потому что, ну, вот платформеры, которые мало не нужны, особо не нужны. И вот две, которые я отметил. Марио и Зельда. Ну, как-то так. Как-то так, друзья. Ну, что ж, на этом, наверное, все. И так ролик получился довольно длинный. Ну, какой уж получился, как говорится. Ладно, все, друзья. На этом всем пока. Кто ждет больше роликов, пока что особо снимать не прошу. Поэтому делаю стримы. Стримы в каждую пятницу проходят. 100%. Можете заходить. Любые ваши вопросы. Я на стримах, на самом деле, касаюсь многих тем всяких разных и приставок, и остальных тем, и игр всяких. В общем-то, делюсь своим мнением. В основном на стримах. Поэтому стримы у меня раз в неделю 100% каждую пятницу. А также бывают незапланированные стримы и там и в субботу, и в воскресенье, и на неделе могу сделать стримчик. Поэтому как-то так. Ну, будет про что-другое, снять еще сниму. Ну, а на этом точно уже все. Всем пока. Всем до скорых встреч. Удачи!